Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы традиционно для середины недели, ну и в принципе для каждого дня в это время, обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках, основные события и прогнозы. Представлю прежде всего гостей. Это Илья Фролов, главный аналитик департамента операции на финансовых рынках Сбербанка. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. И это Дмитрий Иванов, управляющий активами открытого боевого инвестиционного фонда «УралСИП Фонд Профессиональный». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Солидное такое название у тебя. «УралСИП Фонд Профессиональный». Мне последнее слово особенно нравится. Да, да, профессиональный. Причем речь, я так надеюсь, говорит не только о фонде как таковом, но и тех, кто им управляет. В первую очередь. Это нормально. Так, ну и сейчас мы готовимся, собственно, для того, чтобы начать наш ежедневный разговор. Подготовка следующая. Я напоминаю для слушателей. Есть возможность присоединиться к нашему разговору несколькими способами. Первый. Позвонить в студию, в студию прямого эфира. Телефон 6510-99-6, код Москвы 495. Далее можно зайти на сайт finam.fm и там задать вопрос или прокомментировать все, что вы сегодня слушаете. Либо, вот сейчас, слава богу, это все появилось, можно зайти на сайт компании finam.ru и присоединиться к нашему разговору в режиме видеоконференции. О, сейчас для вас новость. Внимание, да, как обычно, вас снимают. Вот в эту камеру сейчас идет трансляция и много, обычно я так шучу, многомиллиардная армия клиентов компании finam сейчас видит нас. И, естественно, она может, соответственно, посмотреть на все, что происходит, задать вопросы. И так делает она периодически, за что ей хвала. Так, ну и продолжая разговор наш, ну куда, 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 куда дели сайт-то, боже мой. И продолжая наш разговор, значит, я традиционно рисую картину маслом. Мы начнем с того, что посмотрим, что сейчас происходит на финансовых рынках. На финансовых рынках что происходит? Для этого я открываю, да, сайт компании finam и читаю. В Москве 18.06. Так, смотрим. Индикаторы российского рынка сегодня позитивны. Индекс РТС прибавляет больше процента, 1,2. 1421 пункт его текущая котировка. Индекс ММВБ 1406 пунктов. Чуть скромнее, но понятно, по какой причине. Американцы присоединяются к нам через полчасика. Вот они сейчас отстают, они догоняют нас все время. Посмотрим, как они отреагируют на сегодняшние события. Сегодня событий было немало, кстати. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 111.22 за бочку. Тысяча, а, пардон. 1,2 процента прибавляет. Ну, если говорить о сегодняшней динамике. Золото, уверен, держится 1726 за унцию. И индикатор валютного рынка тоже начал рост. Да, сегодня его туда-сюда гоняли. Евро-доллар сейчас 1.28.20. То есть выше 28-й фигуры, что само по себе и неплохо, наверное. И набор голубых фишек я быстренько пробегу. АвтоВАЗ. Ну, в основном они все в зелененьком сегодня одеты. И выделяется АвтоВАЗ 3%. Плюс 3%. Боже мой, что такое? Наверное, какую-то инновацию они там затеяли, я думаю. Коробка. Нано-коробка передач. Он теперь будет стоять на ладе Калина. И все, естественно, покупают акции. Ну, расскажешь, Илья, на самом деле, что там произошло. Газпром сегодня вот наконец-то, да, в рост пошел. 142 рубля 87 копеек. Больше процента он прибавляет. Что тут у нас еще интересного? Полюс золота больше процента. Сбербанк тоже так голову приподнял. Ну, остальные так. Вяло-вяло. Рост телеком продолжает падать. Правда, не очень сильно. Но отрицательная динамика. Против хуже рынка, как говорят, в таких случаях. Тоже понятно, почему. Вот это та самая картина маслом, чтобы было нам с вами от чего оттолкнуться. И, собственно, давайте рассуждать. Итак, чем обусловлено... Илья, давай с тебя начнем, поскольку ты все-таки главный аналитик. Чем обусловлена динамика на финансовых рынках? Вот что сейчас происходит, если так широко посмотреть на эти вещи? Давай. Ну, если посмотреть широко, то, в общем-то, после долгожданного события, такого, как выбора президента США, которые состоялись вот две недели назад, рынки перешли к такой традиционной, наверное, в принципе, ожидаемой отчасти фиксации прибыли. То есть, в принципе, трейдеры, которые долгое время, в общем, держали свои портфели. Мы видели, в общем, достаточно неактивный октябрь. Такая вторая половина сентября, в общем, тоже была не особо... Ну да, мы все время говорили, диапазон, диапазон, вот туда-сюда, там, что... Торговли в диапазоне, практически без объемов, то есть, в принципе, все замерли и ждали, чем же разрешится вот это вот событие. Ну, то есть, интрига некая была все же, да? Она была, потому что во многом просто выборы, результаты выборов, они определяют дальнейшую политику, в том числе и бюджетную, что немаловажно. И то, собственно, тот результат, вот, который получился, да, он, помимо того, что у трейдеров возникло желание просто зафиксировать позицию, еще и возникли страхи того, что, в общем, тот расклад сил, да, который образовался после выборов, в том числе и в Конгресс, он может привести к, вот, главной страшилке сейчас, да, это фискальному образу. Обязательно о ней поговорим. Ты что, это так интересно. Извини, я тебя перебью, смотри. Ну, опять, следует твоей логике, по крайней мере, я все время слушаю, читаю что-то и пытаюсь это сразу на себя как-то применить. Ну, собственно, основной, да, основная задача любого трейдера, в данном случае, это как, что делать-то в результате, да, вот, все эти события должны привести к принятию торгового решения. Вот я рассуждаю, смотри. Действительно, была интрига до выборов. И рынок ходил в диапазоне, он не знал, куда идти, потому что либо выберут этого товарища, либо выберут этого. Варианты, да, этого выберут, это хорошо, и рынок должен расти. Этого выберут, это плохо. Ну, я сейчас по фамилиям не называю, это даже не важно. Этого выберут, это плохо, и рынок будет падать. А получилось так, что вроде бы этого выбрали, и это хорошо, а рынок упал. И где же логика-то? Ну, на самом деле, по-прежнему, я думаю, что тот снижение, которое было, да, ну, в принципе, оно, как сказать, оно оказалось просто отложенным некоторым, потому что, ну, по сути, наверное, рынки уже технически должны были скорректироваться намного раньше. То есть, это, наверное, октябрь. Но поводов просто не было. И потом их держало, наверное, вот это ожидание выборов, да, да, да. Они говорили, пора бы откорректировать. Ну, мы ждали, действительно, даже вот СИП берем мы, мы ждали, и все говорили, там, 10-15 процентов, это нормально, ну, потому что растем и растем, и на хаях уже стоим, там, на исторических чуть-чуть, да. Повода нет для того, чтобы упасть, потому что все в напряге, да, выборы сейчас. Ну, и плюс все впечатлились все-таки тем, что в сентябре ФРС запустил третью программу конечного значения, и ждали все же, когда же ЕЦБ сделает то же самое. Потому что, несмотря на то, что, в общем, программа выкупа активов была анонсирована, она была до сих пор, ну, до сих пор не запущена. И следили пристально за информационным фоном по Испании, ждали, когда же, наконец, в общем-то, премьер-министр страны, да, скажет, что вот... Возьмется за голову. Мы готовы. Возьмется за голову. А он никак, кстати. Да, до сих пор. До сих пор. А ты вообще ждешь, что это реально, он созреет для того, чтобы просить помощи? А я думаю, что причина там в том, что, в общем-то, сейчас проходят выборы региональные в ряде провинций. Ну, они во многом уже завершены, осталась Каталония. То есть по итогу выборов, да, будет понятно? Ну, я думаю, что он просто пытается сохранить поддержку со стороны электората, граждан Испании, потому что, ну, понятно, что это непопулярное решение. Обращение за помощь, это такое, я расписался, да, в свое бессилие. Я уже, все, ребята, я не могу ничего сделать, давайте я пойду. Испанцы, я думаю, прекрасно представляют последствия, потому что всем видно примеры той же Греции, к чему это приводит. И поэтому, ну, допустить этого сейчас, наверное, нельзя. Да, из точки зрения политических. Политических собой. Дима, что происходит на российском рынке? Вот видишь, мы все так за бугром, что-то там выборы здесь, там в Испании что-то, да, сейчас мы про Китай вспомним, конечно, да, куда беда. А как, бедолага, российский рынок себя чувствует? Ты как человеку, связанный, не правильно, с активами, да, с профессионалами у тебя? Да. Расскажи. Тем более я обычно себя чувствую, ну, приблизительно так же, как и чувствует себя российский рынок. Конечно. Это такая специфика моей работы, да, в этом есть и минусы, и плюсы, в последние, ну, недели-две, месяц наш рынок, к сожалению, чувствует себя не лучшим образом, вот, и, вы знаете, я бы здесь не стал, на самом деле, искать какой-то фундаментальный фактор, вот вы абсолютно правильно сказали, что произошло несколько позитивных новостей, а мы на них не отреагировали. На самом деле, есть такое ощущение, и оно складывается за последний, ну, не знаю, там, наверное, минимум квартал, что позитивные новости, которые еще не произошли, оставляют рынок двигаться наверх. Мы очень хорошо росли, покуда не было объявлено Куи-3. Ощущение такое, что психологические участники рынка, у которых был кэш, ожидая, что вот-вот должны объявить, 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 а его все не объявляют, а рынок растет. Вот, рынок растет одну неделю, растет две недели, и они чувствуют, что они отстают от трека, от конкурента, которые заполнены акциями по полной программе, и в результате это их выжимает на покупку. Вот, как только мы видели, объявили Куи-3, на самом деле, рост рынка продолжался где-то, ну, наверное, день, я не ошибусь, если так. Извини, извини, если я правильно понимаю, мы сейчас должны слушать новости, а потом продолжим наш разговор. Итак, продолжаем. Продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Еще раз быстро я представлю моих гостей. Илья Фролов, главный аналитик департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. И Дмитрий Иванов, управляющий активами открытого по его инвестиционным фонда. УралСИП, фонд профессиональный. Вот это мои сегодняшние гости. Мы разговариваем о текущей ситуации на финансовых площадках. Дим, продолжи, закончи свою мысль. То есть, рынок Российской Федерации, вот он в каких-то непонятках сейчас. Я правильно понимаю? Да, причем, я бы сказал, в негативных непонятках. Ну, я еще тогда, как бы, в двух словах. Основной тезис, который сейчас движет рынком, заключается в том, что мы пока ожидаем какое-то позитивное событие. Мы растем, как только оно происходит, мы падаем. Вот последние два крупных явления и президентские выборы. И объявления КУИ-3, они как раз носили именно этот характер. Как только что-то происходит позитивное, мы на следующий день или через день сразу видим начало какой-то новой волны падения. Это, в принципе, конечно, в первую очередь отражается не на нашем рынке, а на зарубежных. А наш рынок, он в последнее время складывается такое ощущение, что он вбирает в себя самые плохие новости, которые только могут быть в принципе. Если, условно говоря, вырос американский рынок, если выросла евро и там сократились CDS-ы по-европейским, суверенные европейские CDS-ы, но достаточно упасть к какому-нибудь там крупному банку или, допустим, фондовый рынок Германии понизился, или нефть упала на полтора процента, мы на следующий день слышим комментарии от аналитиков, что наш рынок упал, потому что и выбирается один из негативных факторов. Вчера, на самом деле, я уже так заметил, я просто посмотрел, наш рынок чуть-чуть припал, при этом я пытался всеми правдами и неправдами понять, что еще вообще в мире упал и, честно говоря, не нашел. Ну, наверное, такие вещи есть, но из того, что оказывают ли они на наш рынок, пожалуй, нет. Что было бы более убедительным, да? Да, абсолютно. Поэтому, на самом деле, я уже вижу, вот с точки зрения именно управляющего, с точки зрения трейдера, мы не движемся сейчас какими-то фундаментальными факторами. Здесь речь идет о том, что наш рынок, во-первых, в принципе, в последнее время воспринимается негативно, в первую очередь, со стороны иностранных инвесторов, это отдельный разговор. И вот эта вот волна негатива, она наш рынок захлестнула, и ощущение такое, что он продуцирует саму себя. Это ничто не вечно, на самом деле. То есть, любой такой даунтренд, он всегда оканчивается в какой-то точке. И я, кстати говоря, думаю, что то, где мы сейчас находимся, ну, наверное, с большой долей вероятности, я не буду утверждать это, естественно, 100%, но тем не менее, нельзя, да, нельзя. Но, тем не менее, я думаю, что, ну, я бы так и характеризовал, это очень неплохое место для покупки. Неплохое? Неплохое место. Почему? Потому что вот в такие моменты, когда рынок перестает обращать внимание на фундаментальные факторы, вступает в силу, ну, как бы это ни звучало, технический анализ. Я не буду говорить там про все индикаторы, я сам их не очень люблю, честно говоря. А ты какими пользуешься? Никакими практически. Это нормально. Прежде всего, уровнями. Прежде всего, уровни. Вот в это я верю, да, там не то, что верю, я просто отлично вижу, как это работает. Они есть просто, они есть, вот они очевидны. И мы видим, что, например, «Газпром» допадал до таких своих знаковых уровней. Уровней, да. «Сбербанк», который очень долго консолидировался, какое-то время тому назад на уровне 83-86 рублей, вот он опять-таки туда допадал. Ну вот, мало того, то же самое можно сказать по западным рынкам. Мы можем увидеть, что S&P сделала там 50 или 60 процентов, это такие там в любом случае на 50 и на 60 процентах есть такие… Это «Фибоначчи» сейчас. «Фибоначчи» будем, да. Назовем это «Фибоначчи». Инвесторы, тем не менее, обращают на это внимание. И спекулянты обращают на это внимание. Вот. И я полагаю, что, ну, еще раз повторюсь, это неплохое место для покупки. Дальше посмотрим. То есть, конечно, если рынок пойдет вот именно с этой точки, с этой точки, где он сейчас находится, дальше вниз, ну, пожалуй, стоит говорить, что происходит совсем что-то из ряда вон выходящее. Ну вот, если, конечно, не последует каких-то негативных новостей других. Ну, это уже совсем другая история. Если нефть не упадет или еще что-то в это происходит. Вот, кстати, мы об этом сегодня попытаемся поговорить. И, Илья, смотри, ну, Дима, в целом с ним согласен. Действительно, российский рынок себя ведет несколько нерационально, что ли, да? Вот он реагирует, не реагирует. Нефть высоко, кстати, а он все равно умудряется падать. Ну, бог с ним, пока с ним, российским рынком. А как ведут себя мировые площадки? Все-таки они же в этом смысле жестко коррелируются, да? С новостным фоном, с какими-то макроэнергетическими. Вот, в частности, недавний пример. Не далее, как сегодня ночью. Ну, трейдеры не спят по ночам, это понятно. Не далее, как сегодня ночью, да, заседание, вчерашнее заседание Еврогруппы закончилось тем, что опять что-то там они не поделили, не нашли. И говорят, давай до понедельника отложим. И что мы видим сегодня по факту, вот, на это негативные реакции есть. То есть, попадали. Ну, не наши, не наши, наши, понятно. У них своя жизнь. В этом случае мы можем говорить, да, что все-таки объективно новостной фон или там макроэнергетическая статистика оказывает влияние на рынок-то. В общем-то, я думаю, что сейчас однозначно сказать нельзя, что все активы двигаются как-то синхронно и с высокой долей как бы взаимной корреляции, да. Ну, скорее, все-таки Европа, она как-то ведет себя, если смотреть на европейские индексы, да, они, в общем-то, ну, понятно, больше реагируют на новости своего региона, да, чем те же новости там по США, там, о состоянии. Ну, это ладно, это нормально. Вот американский рынок, соответственно, наоборот, да, то есть, в большей степени там определяется, там, скажем, теми же там корпоративными отчетами, которые выходят, да, кстати, вот закончился сезон уже практически, ну, статистикой, соответственно, ну, и новостями там какими-то, да, вот первыми по фискальному обрыву. Вот, и теперь, давай, ну, ты закончи, да, а потом мы должны с тобой плавно, соответственно, я на это и выводил, да. Ну, если у нас рынков развивающихся стран, то здесь, мне кажется, причина вот этой слабости, на самом деле, российского рынка, да и как-то российский рынок, в принципе, ну, он, конечно, выделяется, да, но не то, чтобы очень сильно. Если смотреть на рынки Бразилии, той же, например, Китая, да, то мы идем синхронно. Причина просто в том, что происходит уже не первый месяц существенная, ну, некая переоценка, да, вот перспектив этих рынков. Развивающихся, да, здесь уместно сказать. Но там тоже как бы не все так гладко, но, в принципе, в основном происходит отток, то есть те деньги, которые заходили, скажем, году в 2005, 2006, 2007, в надежде на вот эту вот идею BRIC, которая активно разыгрывалась, сейчас они постепенно эти рынки покидают в силу тех или иных причин. Кстати, извини, Дима, чувствуется это, тебе как управляющему вопрос, чувствуется, что ликвидность-то падает, 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 падает? Она бесспорно чувствуется, она чувствуется, прежде всего, просто по характеру вторичных торгов, потому что мы видим, что афера давлеют, продажи, я имею в виду. И когда мы смотрим, ну, например, на объем наших ETF-ов, мы видим, что оттуда эти объемы постоянно сокращаются. Это свидетельствует о том, что иностранные инвесторы отсюда постоянно уходят. И, конечно, когда, ну, вот, казалось бы, ничто не предвещает, и вдруг мы видим волну продаж какую-то, да, там, мы сразу начинаем понимать, что это, скорее всего, начинает исполняться какой-то очень большой приказ на продажу. Скорее всего, от какого-то инвестора-нерезидента, как водится. Так что, да, это, конечно же, очень хорошо чувствуется, и это именно то, почему я и говорю, что, ну, скажем так, вот, наши рынки, и Россия в частности, наверное, да, может быть, даже более, чем остальные emerging markets, но вот они сейчас не в моде, назовем это так. Ну, даже дело, может, и не в моде, даже не о моде речь, да, просто понятно, что инвесторы ищут для денег хорошего, удобного, теплого места, а Россия, ну, и в меньшей степени, может, все остальные. Ну, в первую очередь, более понятного и ликвидного, потому что, в общем-то, сейчас, ну, достаточно высокая волатильность, все ждут каких-то, возможно, там, негативных или таких вот редких событий, да, именно вот. А вот теперь, да, давай о них, то есть редкие, негативные или, там, может, даже и позитивные, ну, в любом случае, события мирового значимого масштаба, это прежде всего, вот, фискальный обрыв штатов. Ну, сейчас, да, ну, наверное, на втором месте история с Грецией, но я думаю, что это уже, наверное, даже история, возможно, не этого года, скорее, наверное. Ну, в глобальном смысле, да, история, если Греция, не дай бог, объявит дефолт и выйдет из... А-а-а-а! А история вот такая вот, вот, спекулятивная. Нет, самое интересное... Собрались, вроде, денег дать, не дать, не дали, ой, упали, потом, кстати, в евро-долларе сегодня вообще эта реакция была вот просто тютелька в тютельку, ночью упали там на 70 пунктов, а сейчас мы уже, вот, сейчас вот торгуется на уровнях даже выше, чем было это. Но там ключевое, можно отметить даже не то, что дадут денег или не дадут, скорее всего, конечно, дадут минимум того, что вот нужно для того, чтобы... Чтобы дырку закрыть просто, да. Вот, там главное сейчас то, что, похоже, рисуется второе списание, ну, как вторая очередь списания, и вчера Еврогруппа, собственно, дала вот четко понять то, что, возможно, потребуется еще дополнительный там, то, что называется, хайркат, да, вот списание по телу бандов там в размере от 30 до 50 процентов. То есть идет торг опять с инвесторами, я так понимаю, да? Кто-то за 30, кто-то за 50. Необходимая мера для приведения вот тех макроэкономических показателей, которые ждут от Греции и которые являются там неотъемлемым условием предоставления помощи, а именно сокращение долговой нагрузки, там примерно до 120 процентов, ну, долговый ВВП показатель к 20-му году. Без этого, похоже, вот по расчетам, которые имеются у Еврогруппы, этого показателя не достичь просто. В условиях того, что ВВП стремительно снижается, уже там очень много кварталов. Я сегодня где-то читал, что уже торг о времени пошел, да, там вот программа, которая принималась, она рассчитана на то, что государственный долг там с нынешних 170 процентов ВВП, да, до 120, ну, до приемлемого уровня снизится к 2020 году. А сейчас уже речь о том идет, что, ребят, до 2020 года мы не успеем, да, эти пару лет еще, да, вот так вот. Да, 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 совершенно. Вот, ну, а второй фактор, наверное, это, ну, вот тот самый фискальный обрыв, вот, которого все ждут. Но будет он как-то ждут? Чисто он или нет. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки в какой-то степени, то есть... В какой-то степени будет. В какой-то степени будет. То есть, по сути, что такое фискальный обрыв? Это, скажем так, отсутствие договоренности о продлении двух законов, по сути, да. Это первый закон касается налоговых льгот, которые вводились там и, как бы, продлевались в 2010 году. А второй, давай сейчас... Нет, подожди, а мы заинтригуем слушателей. Сейчас мы на новости, слушаем новости, а потом расскажем, что за второй. Итак, продолжаем наш разговор, разговор о фондовом, ну, о финансовых рынках, о фондовом рынке Российской Федерации. Что происходит в моменте основных событий и что мы можем сказать о недалеком, а может быть, о далеком будущем. В студии Илья Фролов, главный аналитик Департамента операции на финансовых рынках Сбербанка. И Дмитрий Иванов, управляющий активами открытого по его инвестиционному фону, РАЛСИП, фонд профессиональный. Значит, мы ушли на новости. Илья, я, собственно, предоставляю тебе слово. Продолжай. Что за закон номер два? Закон номер два касается государственных расходов дополнительных, да, которые просто... То есть потолок госдолга там тоже, да, вот об этом речь? Ну, потолок госдолга, он идет, в принципе, отдельно. По сути, он позволяет как раз-таки эти программы реализовывать. И, скорее всего, ну, как бы, если смотреть, да, на текущую там диспозицию, которая получается, похоже, что первый закон, скорее всего, он все-таки будет отменен. По крайней мере, Обама на этом очень сильно настаивает. Еще раз напомню. Первый закон — это вот то, что касается налоговых льгот для обеспеченных граждан. Более того... То есть их не будет, их не будет. Налоговых льгот для обеспеченных граждан. Ну, Обама очень-очень постарается их отменить. Ну да, чтобы их не было. Более того, он настаивает также на дополнительном увеличении, скажем так, налоговой ставки для, ну, по доходу на... по налогу на доходы физических львов. Ну да, ну, по аналогии с нашим. Некоторые, да. И по его расчетам, собственно, это позволит привлечь еще дополнительно там 1,6 триллиона долларов доходов в ближайшие там 10 лет. То есть вот таким образом, да, и планируется закрыть эту дырку в государственном бюджете? Ну да, по крайней мере, ее как-то сократить. Сократить. Вот. Но понятно, что текущее вот... то, что республиканцы фактически удержали большинство, да, в Конгрессе, оно... Сложнее. Очень сильно осложнее. Сложнее, да, конечно. Вот. Отход переговоров, и, наверное, какой-то компромисс будет найден. Скорее всего, все-таки, наверное, какое-то сокращение произойдет. И такие опасения существуют, что это может сказаться достаточно сильно на потребительских расходах, которые формируют, в общем-то, существенную долю ВВП США. Ну, в общем-то... Вот это идея, да, того самого фискального обрыва. Да. Где проблемы решаются. Ну и по срокам, если можно, мы, собственно, ну, периодически, да, к этому разговору возвращаемся. Я слышал, что до конца года, ну, до первого января, да, если говорить о календаре, календаре географическом... Календарном. Календарном, да, обычном, астрономическом календарном. Да, то эту проблему надо решить до января, но, с другой стороны, есть возможность там ее каким-то образом подкорректировать и отложить во времени еще. Как ты видишь вот срок реализации этого вопроса? До конца года случится это? Ну, до конца года нужно принять какое-то обязательное решение. Это решение может быть, ну, достаточно просто... Не окончательным, да? Продлить, скажем так, действие этих программ еще на год. Оставить все как есть и вернуться к этому через год. Ну, вполне вероятно, что, в общем, так оно и будет. Кстати, так будет в результате того, что не договорятся они, да? То есть они не найдут компромисс, они выдохнут, скажут, да, ребят, давайте на год еще продвинуться. Да, да, то есть какого-то очевидного вот перевеса, скажем так, да. В той или иной, да, стороны нет. Да, никто не поучится, соответственно. Все останется как есть. Слушай, вот все удобно. Если опять возвращаемся к Европе, да, там практически тоже зам происходит. Там все время все откладывают, да? Не решают проблемы, а ее... Очень похоже. Во времени, да. И вот ребята тоже подсели, да, эти проблемы не решаются. Давайте переложим на чужие плечи. Тем более, если говорить о Европе, да, то у нас на следующий год там выборы в Германии, да. Что сейчас решать? Кто там будет, неизвестно. Давайте мы на год. Значит, вопрос я, Дим, тебе адресую, потому что мы сейчас как раз об этом говорили. Юрий пишет, здравствуйте. Обычно говорят, что нашим рынком манипулируют в основном иностранный капитал. Ну, это то, что мы сейчас обсуждали с вами, да, бегство капитала и так далее. Манипулирует слово такое. Заговорческое. Ну, какое-то оно такое, да. Немножечко. Немножечко, да. Напрягает, манипулирует. Ну, ладно, манипулирует. Сколько еще осталось иностранных вложений в российском рынке акций? Это, видимо, вопрос, и надо ответить на него с точностью до нуля. После запятой. Когда же отечественные инвесторы возглавят этот рынок? А вот это вот вопрос уже стратегический и, мне кажется, более интересный. Как ты думаешь? Ну, я не заставляю тебя, да? Да, я, пожалуй, цифру я не назову. Ну, это понятно, да. Более того, мы должны все-таки различать инвесторов, которые, ну, скажем так, засели здесь надолго. И инвесторов, которые, в принципе, в любой момент готовы выйти с... То есть, традиционно это инвесторы, а это спекулянты. Спекулянт, да. Точной границы между этим нет. Это всегда понятие такое философское. Вот. И надо сказать, что в последнее время, наверное, я бы так выразил, что скорее иностранными инвесторами манипулируют люди, которые могут оказать влияние на российский рынок. Ну, давайте всего лишь несколько историй. Да, там, самая последняя история, которая, ну, у всех на слуху, это ТНК-БП, да, там, у БП, как бы к этой истории мы не относились, но переговоры были достаточно сложные. Они пытались манипулировать между российскими олигархами и российской властью. Но, тем не менее, у них что-то получилось. Получилось, да, очевидно. Далеко не все получилось у инвесторов, которые засели в нашем энергетическом секторе, который, понятное дело, сейчас не дает того возврата на капитал, который вообще, в принципе, планировалось, когда они сюда заходили и обещали другие цифры, и это были другие люди, которые им обещали. Вот с этого момента все кардинально поменялось. Так что, на самом деле, вот то, что видно сейчас, я бы, скажем так, иностранных инвесторов пожалел. Особо не винил. Выходят из Мегафона, выходят из ВМПЛКом, как мы знаем, да, и поэтому... А из Мегафона выходит, даже близость IPO их никак не привлекает. Sorry, sorry, из МТС это, да? Из Мегафона. Из Мегафона? Да, из Мегафона. Они, наоборот, продают акции. Это они продают акции. Так что, что тут можно сказать? Климат у нас на рынке ценных бумаг сейчас не особо, не фонтан. И раньше, да, мы могли говорить, что они манипулируют рынком, когда заходили. У нас неудержный рост сейчас. Они манипулируют рынком, когда выходят. Но выходят они, ну, скажем так, не по своей доброй воле, если можно так выразиться. Именно поэтому напрягло нас слово манипулируют, да, все-таки манипуляция предполагает какое-то сознательное... Абсолютно, да. А здесь, ребята, ну, они нормально, они хотели заработать, они покупали. Сейчас они понимают, что не заработают. Абсолютно, да. Где-то они дошли до масштаба бизнеса, который их полностью уже там устраивает, как они считают, что это точка выхода. Где-то они просто перестали видеть какие-то перспективы. А вот на самом деле, я думаю, что гораздо более интересная вторая часть этого вопроса, когда же российские инвесторы станут оказывать лидирующую роль в этом спектакле, если можно так выразиться. Вот, на самом деле, здесь тоже как-то не видно свет в конце тоннеля, потому что, ну, я бы так сказал, что, наверное, самый большой такой штрих к портрету российского долгосрочного инвестора был недавно поставлен с помощью сокращения взноса в пенсионную систему с 6 до 2%. Вот, и я, конечно, как человек, который управляет пенсионными накоплениями, прекрасно понимаю, что иногда мы слышим формулировку «это длинные деньги». Казалось бы, это так и должно быть, да, потому что это деньги... Тем более пенсионные, сам Бог вылел их, да, длинными сделать. Пенсия, которую мы должны получать где-то лет через 20, по идее, мы должны думать о таких каких-то долгосрочных вложениях, о долгосрочном возврате. Но, по факту, эти деньги, они годовые, потому что ежегодно управляющие компании и сами пенсионные фонды, они отчитываются перед регулирующими органами. Вот, не дай Господь, мы проиграем в течение года. Да, отрицательная доходность, покажешь, да. Поэтому резюме такое, все эти деньги идут не на рынок акций, они идут не на инвестиции, они не развивают, ну, я не знаю, какие-то предприятия, которые там сейчас являются стартап-проектами. Это вообще не приведи Господь, себе вообще невозможно представить. Ну, это головная боль для управляющих компаний. Абсолютно, да. За год заработать на стартапах, это... Нет, это невозможно, поэтому здесь речь идет, прежде всего, об обликациях, и в этом году, наверное, доля депозитов, она рекордная. Вот, вообще, если мы посмотрим историю вложения пенсионных денег по структуре, то акций сейчас мало, депозитов много. Вот, и это сейчас вот такой вот портрет российского инвестора. Есть второй класс российских инвесторов, это, ну, вот просто люди, да. Это вот мы с вами физические лица, которые хотим как-то заработать на росте российского рынка. И надо сказать, что мы по практике своей рабочей могу сказать, что мы не увидим российских инвесторов на нашем рынке, именно физлиц, да, там, до той поры, когда рынок не начнет расти. Вот, покуда рынок находится вот так, как сейчас, ни шатка, ни валка, в каком-то таком непонятном состоянии, в боковом тренде с периодическими обвалами, потом с коррекциями наверх, потом вниз, вот, как правило, в такие моменты притока инвесторов мы не видим. Ну, такого массового. Массового, да. То есть, на рынке сидят, в данном случае, небольшая часть спекулянтов, ну, профессионалов, которые знают, как работать просто. Абсолютно, да. И, конечно, сейчас абсолютный дефицит инвесторов, которые нацелены именно на долгий возврат. Сюда сейчас не идут ни резиденты, и мы не видим никаких резидентов, абсолютно. Ну, и я понимаю, что, опять, не очень, наверное, корректно такой вопрос тебе, тем более, задавать, как человеку непосредственно работающего на рынке. Ну, вот этот свет в конце тоннеля, ты его в каком году хотя бы намечаешь увидеть? Я, на самом деле, я думаю, что в следующем году мы уже будем повыше. Вот у меня есть такая внутренняя небольшая теория на этот счет, да, вот, но сейчас, я думаю, у нас до новостей осталось 5 минут, и рамки передачи не предполагают таких очень масштабных философских рассуждений на эту тему. Ну, вот, тем не менее, я думаю, что, скорее всего, тот боковой тренд, который мы сейчас наблюдаем на рынке, он будет просто потихоньку становиться все более положительным. Я практически уверен, что в следующем году мы увидим какой-то рост, но, наверное, нельзя будет назвать этот рост словом ралли. Наверное, ничего такого экстраординарного, но, тем не менее, 20-30% это то, что, скорее всего, мы должны снять с этого рынка. Ну, а дальше уже очень сложно сказать, да, потому что... Ну, дальше и не надо, ладно. Именно поэтому, собственно, да, вот одна из твоих рекомендаций, в частности, по бумаге, которую мы озвучили, или, там, по индексам, покупать с текущих, в принципе, можно, если смотреть как минимум на полгода. Ну, абсолютно, сейчас, скажем так, технически достаточно удобный момент. Всегда очень опасно покупать, когда рынок пробил предыдущий максимум, он растет, понятное дело, что в этот конкретный момент все оптимисты и аналитики пишут, расписывают будущее в ярких красках. Ну, вот это очень часто оканчивается коррекцией и очередным разочарованием. Временно, я взял на хаях, получается, и сразу же попал. И, Леш, смотри. Вот, Дима рассказывает, опять я с ним соглашусь, да, что, ну, в частности, российский рынок, да, он в ожидании некого положительного эффекта, когда что-то произойдет, и инвестор, ну, прежде всего, наверное, все-таки, да, иностранный с радостью посмотрит сюда и пойдет с длинными деньгами. А поскольку в этом случае рынок начнет расти, то и наши ребята, там, частные или инвесторы, да, или, может, кто-то другой присоединится к этому, и, наконец, все будет хорошо. Что должно случиться, чтобы вот этот иностранец, да, позитивно опять посмотрел на российскую торговую площадку? Ну, в частности, мы говорили и о фискальном обрыве, мы говорили о проблемах еврозоны, вот что там должно произойти, чтобы оптимизмом наполнились умы инвесторов? Что должно произойти? Может быть, Китай будет, смотри, так тоже, да, можно предположить, может, Китай будет драйвером? Вот сейчас пришло к власти новое там руководство, они выйдут и скажут, ребята, мы сейчас затеваем чего-то там, ты сейчас расскажешь, что они, да, могут затеять. И это сразу подстегнет, естественно, да, все сырьевые площадки, все обрадуются, и, понятно, Китай всех вытащил за уши из этой ямы, хорошо, так скажу, из этой ямы. Ну, я думаю, что здесь, наверное, не приходится говорить о том, что должно произойти именно из событий, потому что понятно, что в любом случае будут какие-то негативные моменты и позитивные моменты, да, вопрос в том, когда же все-таки глобальные игроки решатся пойти на рынки акций, ну, то есть увеличить, скажем так, объем уважений. Потому что ликвидности, на самом деле, очень много и в Европе, и в США. Деньги-то есть, вот, даже когда станок-то включили опять, кстати, QE3, ведь вот два дня росли мы радостно, чтобы радостно уважать. Опять с идеей-то какой, деньги-то теперь будут, все, ребята, все хорошо. И пока они идут преимущественно в долговые инструменты, преимущественно в высококачественные. То есть инвестор, да, предпочитает сохранять, нежели зарабатывать. Давайте слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш разговор. Я вернусь к картине маслом. Американцы торгуются, и динамика вяло-вяло, но все же положительная. Dow Jones плюс одну десятую, CP примерно так же, 1389 в моменте. Вот он сейчас торгуется, то есть вчерашний отскок такой серьезный достаточно, и позавчерашний, наверное, да, сюда можно отнести. Вот, какое-то, значит, основание, поддержку, да, уровень поддержки он сформировал. Я, кстати, вспомнил сейчас, когда картину маслом рисовал вначале. АвтоВАЗ, 3,5%, что там произошло-то? АвтоВАЗ? Ну, там все та же история, на самом деле, с тем, что вскоре Рено, Ниссан, соответственно, Ростехнология получат. Ну, какая-то новая инфа, как говорят в таких случаях, вышла, что ли? Ну, официально пока ничего не сообщалось. Ну, 3,5% все-таки. Ну, он растет, в принципе, уже так. Несколько дней, да? Да, он как-то вот выделяется на общем фоне. Да, причем существенно выделяется, я вам хочу сказать. Так, ладно, давайте вернемся к вопросам. Значит, вопрос, Дим, для тебя, прежде всего, ну, именно прямо вот профессиональный, что называется. Здравствуйте, уважаемые гости. Что вы скажете насчет такого инструмента инвестиций, как ПИФы? Боевые инвестиционные фонды. В инвестиционных компаниях говорят, что народ опять начинает тянуться к ним со своими... Ну, интересно, да, вот человек приходит в инвестиционную компанию. Тем более, в ту, которая непосредственно управляет... И начинает тянуться. Да-да-да, и ему там говорят, ты знаешь, ты зря к нам пришел, что-то у нас, да, какой-то... Притока нет, ну, естественно, там скажут, что же здесь удивительного. Ну, да ладно, это правда, спрашивает Юрий. Да, это правда, но, скажем так, это только половина правды. Спектр ПИФ сейчас достаточно широк. Прежде всего, естественно, самая основная часть ПИФа, это те ПИФы, которые наполнены акциями, есть ПИФы, которые наполнены всем спектром акций, есть второй эшелон, первый эшелон, есть отраслевые. Индексные, да, есть у нас такие индексные? Индексные есть, бесспорно, и есть фонды, ну, скажем так, состоящие из облигаций. Последний вот писк сезона, то, куда мы видим приток, это фонды золота. И это не случайно, потому что за последние несколько лет, конечно же, очень многие инвесторы, уставшие реально от того, что происходит на рынке, и уже разместившие значительную часть своих средств депозиты, они ищут спасение где-то еще вот в других секторах, и уже, наверное, школьники знают, что когда фондовые рынки падают, золото растет. На этом очень многие готовы сыграть. Да, я, извините, перебью, я очень хотел бы, чтобы школьники об этом знали, и опять-таки вернешься к известной истории, да, Илья, мы все время говорим, почему это, конечно, не стратегическое, а точнее, может быть, даже и не стратегическое, ну, то есть, это не то, по какой причине сейчас нет, да, притока капитала, там, отечественных инвесторов. Мы об этом говорим. Ну, в принципе, вот, все время мы обсуждаем эту тему, конечно, хромает грамотность, финансы грамотности просто-напросто. Вот это один из примеров. И очень хорошо бы, чтобы школьники хотя бы этого знали, да, что если инвестор бежит, то он выбирает убежище какое-то надежное, и вот, в частности, золото. Абсолютно согласен. Хотя я думаю, что финансовая грамотность – это штука очень сложная, нам ее ждать, наверное, так вот. Согласен. Не скоро придется. Да. Но мы всеми силами, вот, собственно, наш эфир, в частности, он имеет еще и такую стратегическую. Продолжай. Вот, так что я могу сказать, что, наверное… Это правда, да? Да, это правда. Фонды акций, фонды акций, они пользуются, ну, наверное, я не могу сказать, что сейчас туда как-то увеличился приток. Вот, мы не видим, что этот продукт становится все более и более популярным с каждым месяцем. Он станет популярным попозже, когда мы все-таки увидим какой-то рост на рынке. Ну, вот, но фонды облигаций и фонды золота в особенности, наверное, сейчас это те продукты, которые могут удивить притоками, и мы это постоянно наблюдаем. Именно удивить даже? Ну, я бы сказал, да. Это здорово. Это здорово. Это мне нравится. Еще один вопрос, и учитывая то, что ты сейчас сказал, как раз затронул тему золота, вот есть вопрос от нашего коллеги с финам.ру. Ну, он так, это эмоционально. Когда же мы увидим, пишет он, когда же мы увидим золото на 1800? Ну, давайте так. Так, если я тебе тоже, прежде всего, адресую, что вообще, какие перспективы у золота? Продолжит он рост или нет? Ну, вот, это на самом деле как раз вопрос на засыпку, да, там, и что касается моего персонального взгляда на золото, то я, честно говоря, здесь не вижу какой-то, какого-то большого апсайда. Вот, на самом деле, мы на этих уровнях, на которых находимся сейчас, мы находимся уже достаточно давно. Вот, и как только золото начинает отрываться от той цены, которая отбивает косты производителей, начинается МММ. То есть сейчас цена на золото, это, грубо говоря, там, 1000 долларов, это то, сколько стоит произвести, но провести стоит даже подешевле, да? Косты, это там на уровне 900 до утра. Да, да, где-то так, где-то так. Так, все остальное, это, ну, скажем так, вот, когда человек покупает золото за 1800, это означает, что вот где-то 800 или 900 долларов он готов потерять, но лишь бы только защититься от просадки фондового рынка. Вот, и недавно... Некий пузырь такой, да? Некий пузырь, это абсолютный пузырь, и на самом деле мне недавно попался график такой интересный, да, цена на золото скорректирована с учетом инфляции. Так, хороший график, кстати. Этот график весьма занимательный, потому что видно, что мы находимся практически на предыдущих хаях. Ну, на предыдущих, то есть? Исторически там, да, в районе тысячи... Да, 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 с пай золота, который был очень давно, вот так вот даже затрудняюсь сказать, когда, да, там, то есть это было еще в прошлом тысячелетии, так скажем, да, вот, и сейчас мы находимся где-то на этом же самом уровне, поэтому я бы персонально, наверное, рекомендовал бы относиться к этой инвестиции с известной долей настороженности. Да, сейчас пока ситуация достаточно негативная с точки зрения именно фондового рынка, и именно этот момент он поддерживает золотые котировки. Мы реально находимся где-то там в середине дороги вот этой вот пирамиды МММ, но я не верю, что здесь есть человек, который... Ладно, ты про МММ-то, ну что же... Хорошо, хорошо, МММ, мы говорим о профессиональном вещах. Здесь нет человека, который скажет, либо мы находимся в середине этой дороги, либо в конце, либо чуть раньше. Мне показалось, что, ну, да, я думаю, что вот как раз ты говорил о графике, да, который показывает динамику золота с учетом инфляции. Вот мне кажется, в этом все дело-то, потому что что такое золото прежде всего с учетом валютных войн, работающих печатных станков и прочее, и прочее. Это попытка спастись от инфляции, поэтому график с учетом инфляции, он раскрывает суть этого механизма. Абсолютно согласен. Суть этой инвестиции, конечно. Илюш, как ты с точки зрения уже фундаментальных каких-то показателей, потому что Дима ближе к тех анализов, про Фибоначо? График занимательный. Я думаю, что причина в том, что вот, собственно, достигла максимумов каких-то вот за много-много-много лет, в том, что, собственно, тот безудержное расширение балансов центральных банков, которые мы видим последние несколько лет, оно пока не приводит к какому-то, ну, не оказывает, скажем так, существенного влияния на показатели инфляции потребительской. То есть показатели более чем приемлемые с учетом того, что денег становится все больше и больше в системе. Но пока в реальную экономику эти деньги не поступают. То есть они оседают на финансовых активах, не выходя за пределы банковской системы. С одной стороны, наверное, это и хорошо, да? Безусловно, да. Инфляцию это не раздувает. Это хорошо, да, это позволяет закрыть некоторые дыры, в то же время не увеличивая инфляционный механизм. Я понял. Так, еще один вопрос. Давайте еще вопрос у нас от финансовых. Ну, видимо, присоединился слушатель чуть позже, но тем не менее, ответим. «Газпром расти будет?» спрашивают нас. Очень хороший вопрос. Да, будет. И очень хороший ответ, Илья. Тут некуда деваться ему просто. Не, ну, я, как уже раньше сказал, сейчас достаточно хорошие точки для входа. И что касается «Газпрома», да, он допадал до своих каких-то уровней. Последний негатив, связанный с «Газпромом», был на объявлении очень масштабного капекса. Но, с другой стороны… Он отыгран негатив этот. Он отыгран, да. В принципе, он попадал тут прилично. Абсолютно согласен. Ильюш, а «Газпрома» скажи? Ну, я думаю, что, конечно, это одна из основных фишек российского рынка. Если мы ждем то, что рынок, в общем-то, там, ближайшие, скажем, полгода, да, будет расти, то, конечно, там «Газпром», естественно, будет подниматься вместе с рынком. Вопрос, он будет лучше или хуже рынка, да. И здесь уже, вот, наверное, во многом это зависит от отношения к этой бумаге. Оно не самое лучшее пока. И переломить это, ну, наверное, может какая-то политика, может быть, государственная, да. Например, какие-то, может быть, налоговые послабления по новым проектам. Но те деньги, которые вот тратятся на транспортную инфраструктуру, да, во многом, многие просто не понимают эффективность этих инвестиций. Основная причина. Ну, и плюс, все-таки, вопрос, сможет ли «Газпром» вернуть статус такой главной фишки на российском рынке. А он потерял его все же, да? Он его потерял, да, он уступил статус «Сбербанка» уже, собственно, несколько лет назад. И с учетом, в этой связи, кстати, очень интересно, сможет ли «Роснефть» стать таким вот, ну, скажем так, по крайней мере, составить конкуренцию «Сбербанку». Ну, после известных событий, тем более, у нее есть такие перспективы, да? Да, компания «Сбербанка» укропнилась, виден, очевидно, интерес, как бы, и крупные покупки в этой бумаге. Вот, возможно, что «Роснефть» станет главной фишкой в инвести газовом секторе. Ну, как минимум, да, Дим, ты согласен с Ильей, как минимум, если рынок будет «Роснефть», у «Газпрома» не будет выхода. Да, у «Газпрома» не будет выхода. Другое дело, что если мы сейчас формируем позицию на следующий год, наверное, именно конкретно эту акцию я бы себе, конечно, в портфель не включал. Не включал? Нет. По какой причине? Фундаментально? Или просто ты считаешь, что нынешние уровни еще не... Ну, вот, как правильно сказал Илья, отношение к этой акции, оно достаточно негативное, оно и будет оставаться негативным, покуда у «Газпрома» будет политика по объявлению весьма масштабных капексов, покуда его экономическая составляющая будет заниматься, ну, будет заменяться какой-то политической подоплекой, да, и покуда на рынке будут расти независимые производители, а сейчас, кроме «Новатека», похоже, еще и «Роснефть», очень могущественный конкурент собирается продавать газ, и, соответственно, я думаю, что рынок просто будет сужаться. Да, и вырасти при таком рынке будет крайне тяжело. Это сложно, да? То есть у него еще есть запасы для даунтренда? Для даунтренда нет, я бы сказал, что, наверное, он будет расти, ну, существенно слабее, чем весь рынок, да, в случае роста. Ну, еще есть вопросы, к сожалению, мы на них уже не сможем ответить, поэтому давайте я так медленно буду прощаться, чтобы, как всегда, не тараторить в конце. Во-первых, огромное спасибо, я напомню, сегодня в гостях Илья Фролов, главный аналитик департамента операций на финансовых рынках Сбербанка, Дмитрий Иванов, управляющий активами открытого по его инвестиционному фонду, УралСИП, фонд профессиональный. Слово здесь ключевое, профессиональный, и для фонда, и для Дмитрия, да, как представитель управляющей компании. Еще раз спасибо, уважаемые слушатели, благодарю я и вас за внимание, это был Сухой Остаток на Финам ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, успехов на рынке, всего хорошего, до свидания.